Очень большие силы наши помощники тратят на то, чтобы приехал груз сюда. Это очень тяжело. И дорога, и границы. И вообще физически, и морально терпение надо иметь серьезное. Конечно. И, простите, пожалуйста, эмоции, Беревич. Через край просто не знаю. Все нормально. Не знаю, как мы можем отблагодарить вас всех за то, что вы нас не бросаете, за то, что вы полностью и душой, и сердцем, и все время с нами. Нам здесь, конечно, очень тяжело. Еще до сих пор идут бои недалеко от города. Постоянно взрывы, постоянно, периодически на край города прилетают бомбы, разбиваются дома, гибнут люди. Максимально, сколько мы можем людям, мы помогаем. На сегодняшний момент, благодаря вам и таким же, как вы, помощникам для нас, мы максимально обеспечены продуктами. Ну, до конца зимы, я думаю, нам хватит. Но чего у нас не хватает, это у нас сахара не хватает. У нас нету сахара совершенно. Недавно Сергей Александрович приезжал, у нас даже сахар не хватает. Насыпать в чай он нам купил 17 килограмм. Большое ему за это спасибо. Как раз на два дня перебились. Потом, овощей, конечно, проблемно, но я понимаю, что от вас и овощей тяжело везти, потому что морозы, мы вот просто не даем ехать. Одежда. На сегодняшний момент, потому что те жители, которые живут здесь, одеждой обеспечены. Но мы ждем большой поток беженцев из Углепорска. Сейчас на днях открывается эвакуация из Дебальцево. Тоже там очень много людей, которые остались без домов, без ничего. И нам нужно на будущее иметь какие-то запасы, чтобы обеспечить этим людей. Приезжают детки в больших нервных стрессах. К нам, слава богу, приезжают волонтеры-психологи, работают с детьми, приводят людей к чувствам. Потому что даже старики, которые потеряли все, они просто не хотят жить. Нескольких бабушек мы силком забирали. Они хотели просто жменили таблетки съесть и отравиться, потому что им не было смысла жить. Мы силком их забирали, вызывали психолога, они с ними работали. Ну, даже душевно мы помогаем людям, потому что по-другому нам просто нельзя выжить. И сотрудникам тяжело на все это смотреть, но мы держимся. Держимся, потому что, наверное, сильнее нас никого нет. Потому что мы должны это делать. Спасибо вам за поддержку, за ту помощь, за все-все-все, чем вы нам помогаете. Глубокая вам благодарность. Я вот еще хотел отдельно передать. Здесь 1200 с копейками гривен. Вот это на сахар будет. Это судак собрал храм по крови Божьей Матери, верующие прихожане. Здесь 1200 гривен. Я думаю, хоть на сахар чуть-чуть передаю. Я обязательно вам потом сфотографирую чек, потому что... Не надо, чеков нам не надо. Мы православные, мы должны доверять друг другу. Тем более мы видим, что куда она идет по назначению посредственно. Так вот, но мы со своей стороны будем стараться, конечно, дальше. Как можно сил помогать, насколько это возможно. Физически, к сожалению, очень большие сложности с границей. Продолжение следует...